2020 в оккупированных донецке и луганске начинался да как и везде зажигали елку ели мандарины и оливье и желали друг другу прекрасного года мы на елку пишем пожелания и получается надо съелки выйти на всякие пожелания что у тебя будет следующем году сомневаюсь что кто-то вытянул пожелание сидеть дома на карантине января 2020 до карантина оставалось еще два месяца и на оккупированной части донбасса боевики многое успели сделать так вот в начале марта в донецке поменяли так называемую конституцию и отняли у украинского языка статус государственного тот час который мы отводили в основной части учебного плана на изучение украинского языка этот час будет в основной части использоваться на другие предметы частности мы этот час будем переводить именно на изучение русского языка в группировке лнр поступили также украинский во первых это намного легче чем изучать русский потому что ты изучаешь несколько разных видов окончаний и ряд значит чисто региональных слов и все это его и ты его как бы знаешь мы не изучаем диалект отдельно взятого села и вот грянул всемирный карантин середины марта обе самопровозглашенные республики закрыли пункты пропуска даже между собой когда откроют границы между донецкой народной республикой и соседней луганской народной республикой в изоляции от внешнего мира люди затаривались медикаментами и продуктами одни потеряли работу другие остались без украинских пенсий поехать за ними было невозможно а тут еще и луганские шахтеры устроили бунт требовали погасить задолженность по зарплате и не закрывать шахту ребята не надо что будут вывозить просто трупы будут сидеть до последнего никто нас не слышит мы сейчас без ничего нас 20 месяцев задолженности через пять дней шахтеры вышли на поверхность и добились они только выплат за два месяца и неясных гарантий по трудоустройству но бунт закончился вот тебе пожалуйста республика хорошая ездим только на хорошие праздники на 9 мая снимаем эти самые салюты на там и денег хватает на салюты а вы тут сдыхайте получается ситуация критическая не только в зоринске но и на других шахтах оказавшихся в оккупации да и не только шахты но и захваченные боевиками промышленные предприятия приходят в упадок карантин дело конечно правильное но боевики без парадов жить не могут сначала 9 мая люди якобы сами организовались для празднования когда ты делаешь благое дело бог тебя всегда вознаграждает и никто из нас не заболеет а 24 июня так называемый лднр решили от россии не отставать и тоже запустить в центр донецка и луганска тысячи людей без масок мы едины с россией у нас одна история мы на одном языке разговариваем начиная с середины июня к пвв будут то открывать то закрывать пропуская и выпуская по никому не известным списком на блокпостах сутками мучились люди теряясь в догадках попадут ли они домой до конца года к пвв боевики полноценно так не открыли чтобы попасть в украину с оккупированных территорий людям приходилось преодолевать сотни километров через россию нарываясь на штраф на границе дурдом какой-то нет у меня слов даже нет будете оплачивать или нет я не знаю надо с юристом переговорить но в россии в 2020-м продолжали ездить и за паспортами подсчетом украинского правительства на временно оккупированных территориях донбасса живут почти полтора миллиона человек за 8 месяцев уходящего года россия выдала более двухсот пятидесяти тысяч паспортов количество желающих получить документ растет с каждым днем летом сплыла еще одна проблема на прибережной части оккупированной донецкой области поселок седово местные никак не могли разобраться доступ к морю и мы разрешили или нет по существу так что дончане летом отдыхали где могли начнем с того что на данный момент вы их выехать час никуда а все что самое лучше для детей это только от кирша танец к моря поскольку летом развлечений было мало то прямо с наступлением сентября в донецк привезли большую звезду из россии григория лепса спасибо огромное григорию лепсу за то что он не побоялся никаких санкций приехал к нам по такому случаю даже комендантский час отменили с телеканалов боевиков то и дело рапортовали по официальным подсчетам концерт лепса в донецке собрал до 70 тысяч человек но точную цифру назвать сложно но в распространении коронавируса на оккупированной территории даже после этого обвиняли украину на украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции почти всю осень в оккупированных регионах боролись эпидемии к вида местных больницах не хватало в аптеках раскупали противовирусные а у нас двусторонняя пневмония человек не ходит что мы будем с ним ночью делать можете мне объяснить у нас нет медицинского образования будет хуже вызывайте еще скоро второй раз к нам сегодня уже не приедет мы ждали скорую пять часов сегодня мы вызвали в час дня на конец ноября только по информации телеканалов боевиков оккупированной части донецкой области было около 11 тысяч зарегистрированных случаев а в луганское всего-то около двух тысяч зараженных коронавирусом реальные цифры неизвестны на исходе осени в донецке началась телефонная рассылка мужчины получали смс с требованием явиться военкомат пойду конечно государство приказала надо идти обязательно на камеру понятно они не могут сказать что я не пойду служить потому что тогда к ним придут и их заберут и вот декабрь в донецке традиционно поставили елку на оккупированном донбассе все готово к встрече нового 2021 года субтитры создавал DimaTorzok